Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте еще раз. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Позже, когда программы выйдут в эфир, они появляются в записи на нашем сайте. Можете посмотреть, послушать, обсудить, оставить комментарии. Ну и к тому же есть форума специальная для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Вопрос один имеется. Его автор Елена. Спрашивает она у вас, Николай Анатольевич. Не за горами формирование нового состава общественной палаты, как известно. Она началась. Да, да. Объявлено уже осенью. Новый состав, уже третий. Будет по счету. Пойдете, спрашивает Елена. Пока не решил для себя. Как-то я так настроен, что надо молодым больше туда проходить. Молодым, да. У них больше энергии, больше идей. Конечно. Больше сил для того, чтобы не отстаивать. Конечно. Есть сейчас появились и ребята, которые очень молодые, энергичные, боевые. Добиваются цели своих, вот и молодые. А они сейчас в какой сфере? Ну, общественные. Я имею в виду, общественные. Те, что общественные дела. Ну, мне сразу приходят на ум многочисленные какие-то сообщества, группы, которые занимаются. Какие-то устройства, зелеными насаждениями. Всякие есть. Там и по детям занимаются, есть, и различного рода есть. Вот им надо идти. Ну, я тогда дополню вопрос. Елена, а что будет ключевым моментом являться для принятия решения, да или нет, идти, не идти? Ну, пока не знаю, даже не скажу. Но дело в том, что если даже я и не пойду, то я все равно продолжу активную деятельность и в палате буду на комиссии ходить, какие мне интересно будут, нужны будут и так далее. Ну, вот Елена продолжает свой вопрос. Какие основные достижения, видите, в работе палаты за последнее время, за последние годы? Какие достижения, возможно, в чем-то заинтересованным? Разочарованы, простите. Достижения есть, безусловно, в общественной палате. Они выражаются даже в том, что больше появилось молодых, активных ребят, больше появилось различного рода дел. То есть люди занимаются, больше появилось активных НКО, которые это, в частности, и гражданский форум показал какое-то количество НКО. Это, я считаю, достижения общественной палаты. Недостатки? Есть недостатки, они, я в палате высказывал, это надо очень серьезно в палате новому составу поработать по регламенту, чтобы его упростить. Потому что есть моменты, которые, ну, очень тяжело получается через палату проводить. То есть надо это упрощать все. Все же не забывать, что это палата общественная, а не государственные органы или органы. То есть проблема в том, что не все приходят? Нет, не все приходят, это одна проблема. Есть другая проблема, что, допустим, ну, условно говоря, случилось в городе какое-то событие, да, которое общественно значимое. И общественная палата из-за регламента оперативно на него среагировать не может. То есть если вчера случилось, на сегодня, завтра уже что-то с реакцией проявить, а этого не происходит. Ну, вы озвучиваете эти предложения, да, в общественной палате? Да, конечно. Как реагируют ваши коллеги? Ну, всяко, всяко. Кто за, кто против. Но я несколько раз озвучил, но пока результата нет. А секретарь Андрей Леонидович? Он поддерживает. То, что я говорил, он поддерживает. Ну, надеюсь, что вы дали ответ на вопросы Елены. Тема у нас сегодня будет затронута много в рамках вашего особого мнения. Мы хотим поговорить в том числе о нескольких стройках, да, в областном центре. Вы активно пишете тоже по этой теме. И вот буквально накануне я узнал о том, как раз это вы написали, что завтра, 9 числа, в 16 часов, в администрации города, в кабинете 143, будут проводиться публичные слушания по строительству высотного здания. Высотного здания Казанская, 24, перепресток Мопро-Казанск. Если точнее, то по изменению этажности. То есть там по проекту должно быть 4 этажа. То есть как по закону полагается 10-12 метров высотой, не более. И вот мне, к сожалению... А что это за история вообще? Вы ее вот так подняли, эту цель? Да. А они сейчас хотят изменить на 11 этажей. То есть там свечка возникнет, которая, ну, абсолютно не вписывается и в нарушение всех законов идет. Там претензии с точки зрения историко-архитектуры. То есть это все-таки историческая часть города. Кроме того, там, значит, оказалось, что при строительстве они обязаны были археологические исследования провести, что не было сделано. А наверняка там можно было, ну, довольно интересные вещи какие-то найти, чтобы определить. Все это было проигнорировано. Ну и плюс вот сама этажность, она, конечно, удивляет, как они там, что завтра решат, не знаю. Но будем сопротивляться. Ну, они что решат? Но все равно будет, собственно... Нет, я буду завтра, я завтра обязательно буду там. Кроме того, я хочу сделать, уже подготовлен проект резолюции. Хочу, чтобы присутствующие, которые были там, за него проголосовали, и чтобы эта резолюция ушла официально как документ. И чтобы на нее городские власти официально ответили. Ну, вот буквально перед отъездом к вам сюда прошла информация о том, что УФАС уже возбудило дело по поводу того, что, значит, вот это строительство было место ПСК, отданное в ваш дом, в фирме ЖСК, в ваш дом. И вот по этому делу тоже там есть очень много... Видимо, на основании того, что должен был состояться акцион, по идее, да? Да, ничего не было сделано, да. И так далее. Но строительство сейчас идет? Строительство идет. По проекту это что? Я говорю, повторюсь, мне не удалось посмотреть вот саму картинку это, но там было четырехэтажное, красивое, очень вписанное, как полагается по всем зданиям. Ну, как это, наверное, часто бывает с формулировкой там здания административного какого-то там назначения. Да, 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 не жилое. Не жилое, да. И по закону в этом месте... 10-12 метров. Не более 10-12 метров. Ну, я могу еще зачитать буквально, я тут на память, чтобы не ошибиться, могу зачитать, что вот регламент участка вот этого, он для этой зоны существует ограничение по застройке, в частности, по отделке современными отделочными материалами, а также строительство ограничивается по высоте, площади, фасадов, село зданий, сооружений, должно увязываться со сложившейся застройкой, соподчиняться и историческим традициям и тому подобное. Слушайте, ну тут... То есть, чтобы она смотрелась в комплексе все, в весь квартал, а не просто... А эта свечка, как она пишется, я вот даже... Ну, это... Ну, подождите, тут не просто общественное слушание надо проводить, тут нужны обращения, реально, прохранительные органы, раз столько всего нарушено. Ну, я знаю, что уже люди подают, и в прокуратуру, вот в УФАС они уже среагировали, прокуратура, надеюсь, среагирует на это дело. Думаю, что разговоры... Жители близлежащих-то домов, вы с ними общались, они что? Нет, я не общался. Нет, не общался. Ну, вряд ли они это одобрят, я так сомневаюсь, что подобрили, потому что рядом дома-то, так сказать, мы уже красивенькие, хорошие сделали, все, такое стремление. И по итогам общественных слушаний вы будете добиваться того, что было принято резолюция, да, и насколько, на ваш взгляд, оно будет эффективно? Это будет зависеть, конечно, от гороадминистрации, как она среагирует, но дело в том, что здесь, об этом я уже не раз говорил, и в общественной палате, кстати, этот вопрос поднимался, по формату проведения общественных слушаний, они обычно это слушание проходят как? Собираются, так сказать, неравнушные какие-то люди, там и так далее, зачитываются какие-то документы, и затем ведущие эти слушания, ну, это было, вот я несколько раз был, это глава города Быков, он говорит, ну, все, послушали, все, до свидания, все расходятся, и код документа никто не видел. Получается... А что же говорили? Получается, ну, это не обсуждение, не слушание, это такой, ну, концерт, как бы, это выступление. Это... Артисты от выступали. Ну, я бы так сказал, одобрямся так вот, получили, все, вот, а я хочу, значит, вот резолюцию, в которой будет указано, чтобы прекратить строительство, там, не допустить, ну, и формулировка сейчас немножко подрабатывается, и чтобы за нее проголосовали, мы это запротоколируем, и официальным документом мы отправим к ним, чтобы они дали официальный ответ, а также разместили в визите наш город. Может быть, какие-то федеральные структуры еще задействуют, ну, как это часто бывает, обращение к руководителям. Ну, завтра посмотрим, если же действительно вопрос не будет решаться, как мы считаем нужным, то будем обращаться. А если не будут решаться? Значит, будем обращаться. Заранее, наверняка уже какие-то прощупываете варианты прорабатывания. Конечно, конечно. Ну, давайте еще раз напомним, завтра, во вторник, 9-го числа, в 16 часов, в администрации города, в 143-м кабинете, можно будет высказать мнение по этому поводу. Я призываю горожан, чем больше горожан активных придут, и которые не просто посидеть, а выскажут свое мнение, я приглашаю, и, конечно, это будет очень важно. Потому что мы можем, если этого сейчас не сделать, то, может, создан был прецедент, это прокатит, как бы так говоря, и в дальнейшем администрация будет уже точно так и делать. — Еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу участка земли. Я все время затрудняюсь, как правильно это делать. Ну, кадастровые номера, понятно, разные, да? То есть это вроде как не парк Победы. Кто-то называет территорию за парком Победы, рядом с парком Победы, но в общественном представлении, да, в мировоззрении, ну, это все одна земля, это все парк Победы. — Боим представлением тоже, это все парк Победы. — Да, речь идет о том, да, вот тут несколько, ну, два месяца практически, да, была такая ситуация неведения. У нас в конце апреля появилась информация о том, что вот этот участок площадью более 4 гитарра был продан за 338 тысяч рублей при кадастровой стоимости, которая указана в официальном интернете, на официальных сайтах, 1,8 млн с лишним. Вот, и буквально на прошлой неделе депутаты городской думы прокомментировали эту ситуацию. По их словам, с юридической точки зрения, все там в порядке, потому что вот этот завод Кировский охотничьего и рыболовного снаряжения, который арендовал данный участок с 2007 года, он имел первоочередное право на его выкуп и по цене, которая от кадастровой составляет от 2,5 до 15%. Вот, 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 вот несколько недель такого неведения, непонимания вас возмущает, позиция? — Нет, Владимир, уже не раз говорили, вот эта пелена неизвестности от городской администрации, ну, она, ну, никак никто ее не может сломить. Там действительно какие-то вещи происходят, о которых общественность вообще не знает. И очень трудно, даже СМИ, очень трудно что-то от них получить. Поэтому это уже не первый раз, и это, ну, чуть ли не по-любому вопрос. Возьмите вот эти же 11 этажей, как раз и появляются, почему бы нет. То, что касательно вот по продаже, вот, я посчитал, у меня получилось, что 1 гектар – это 100 соток. Ну, да. На 400 соток, если администрационно разделить, получается 845 рублей сотка. По закону, может быть, и правильно, но если по справедливости смотреть, то рядом с городом Кировом, фактически в полях, продают земли, там, от 18 до 40 тысяч рублей за сотку. А тут в центре города, ну, не в центре, а в активном месте города, и по такой цене, ну, как-то смешно даже. Ну, в общем, ну, вроде как и законно, но как-то вот морально не... Морально, да, но, увы, эти вещи, они в законе... И самое главное, вот мы с вами вот только что сказали о том, что информационная закрытость, вот такая, о городадминистрации, и непонятки, эти опять вариации, посмотрите, со многими очень строениями идут. А что там реально будет, мы не знаем с вами. Что там построят? Может, опять построят там жилые комплексы, какие-нибудь жилые дома построят? Может, там, ну, я так образом скажу, может быть, какие-нибудь там торговые цены построят? Ну, это информация озвучивалась, да, по некоторым данным, там, четыре тоже высокоэтажных, многоэтажных жилых дома могут появиться. Нет, точно мы не знаем. Ну, так или иначе, земля сейчас находится в частной собственности, и несмотря на то, что на портале, да, открытая кадастровая карта, публичная, там этот участок земли значится в настоящее время, статус у него как земельный участок предназначен для строительства спортивных объектов, но, насколько я понимаю, собственник может все-таки делать все, что хочет. Нет, собственник может построить, да, все, что угодно, но если же там все же построят действительно спортивные объекты, и еще, если они будут доступны, то, ну, в принципе, это неплохо. Ну, хотя зелень, жалко, но у нас и так город, ну, все вырубает, ну, сколько можно. Ну, мы сегодня говорили в первой части «Дневного разворота» о народном сходе, да и вы прекрасно знаете о нем, да, один из организаторов, Дмитрий Махнов, 18 июня, они собираются, собирают людей с просьбой высказать свое мнение. На ваш взгляд, не аморфное или некое такое мероприятие? Ну, непонятно о чем. Ну, вот придут люди, выскажутся. Мы против. Они, естественно, скажут, мы против строительства здесь. Нет, дело в том, что вот и организаторы вот подобного рода мероприятия, они потихоньку учатся. Ну, не сразу еще получается. Я надеюсь, что резолюция этого же схода или какой-то документа, он будет подкорректирован, где будет конкретное предложение указано. Не просто, как бы, призывающие к чему-то, а конкретное предложение, что нужно сделать. Я надеюсь, что это будет. Ну, по его словам, президенту будут направлены некие петиции с просьбой разобраться. Да, я видел проекты, да, петиции, а не направляя президенту. А что там? Вы сказали перед эфиром, что как-то еще подкорректировали по совету. Ну, я предложил, да, я предложил, они как бы приняли, они поначалу, значит, там было, ну, такие, так скажем, общие слова, они подкорректировали более четко, чтобы президент инициировал здесь проверку всей деятельности городадминистрации на эту тему, не только Парка Победы. Пригласил, значит, какие-то контрольные органы, типа Пушетная палата и еще что-то, Министерство культуры, что посмотрело со своей стороны, там, какие-то другие министерства, там, здесь уже создана блокадная комплексная комиссия, которая независимо от городских властей провела бы проверку. То есть наполнить эти все вещи конкретикой? Потому что если же письмо обращения к президенту написать с общими словами, то, скорее всего, на 100% это письмо уйдет сюда же в городадминистрацию, городадминистрация сама себя распространена. Это специальная практика, да. Поэтому очень конкретно узкие предложения. Вы сами пойдете участвовать 18-го числа? Да, пойдем. Еще одна стройка, еще одна стройка в нашем городе, как известно городадминистрации, не так давно одобрила возведение спорткомплекса на месте парковки рядом с Макдональдсом на улице Воровского, все знают этот объект, там должен появиться тренажерный зал, зал бокса, детские секции, группы для инвалидов. Что касается территориальных изменений от бесплатной стоянки, которая сейчас там находится, предлагается оставить примерно 40 машин на место. Для клиентов спорткомплекса будет оборудована новая стоянка на месте зеленых насаждений, на переплеске с Кочкиной улицы, да, на месте зеленых насаждений. Ну, это один момент. Ну, опять зеленые насаждения. Да, опять же. Их там, конечно, немного, насколько я понимаю. Честно говоря, меня удивило вообще место выбора для спортивного сооружения, но как-то это участок вот этой улицы, он никак, в моем понимании, в моем видении, он никак не ассоциировался со спортивным. Ну, здесь, ну, какие-то, ну, торговые центры, там что-то еще такое, административное, ну, никак не спортивное. Почему там решили, я, честно говоря, очень удивлю. Ну, а сам-то факт. Да, сам факт. Да, может, там будет присутствовать именно спортивный комплекс? Нет, то, что спортивный комплекс в городе надо, это безусловно. Здесь даже, мне кажется, спорить не надо, но это надо как-то так разумно делать в каких-то более таких местах минимум вырубки насаждений. Кстати, насколько я знаю, по местному закону, все по городскому, сколько деревьев вырубили, то, по-моему, два или три раза больше должны где-то посадить. Где-то. Да. Где-то там, где никто не увидит. Это пытались делать, ребята тоже подключались, пытались узнавать, ничего не получилось, все покрыто мраком, то есть где что, располняется это, никто не знает. Кстати, еще один спортивный объект вспомнился, да, это футбольное поле в парке у дворца пионеров, ну, на прошлой неделе об этом говорили, вы наверняка знаете о том, что активные ребята собрали деньги просто-напросто на то, чтобы сетку поставить, там у ворот, покрасить эти ворота, потратить. Я это уже внес. Вы тоже внесли. Пять копеек. Вот, 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 хочу спросить, вот подобные инициативы, да, по сбору денег, насколько они могут массово использоваться в Кирове? Вот бросается ключ, давайте восстановим вот это, вот это. Нет, мне кажется, если деньги реально уходят на дело и дело, делаются, то хорошее дело, почему нет? Пусть граждане подключаются своим рублем, это, кстати, подключение, когда человек заплатит, это говорит о его конструктиве, так скажем, о его заинтересованности. То есть он будет понимать, что это частичка его там есть, и, соответственно, отношения, безусловно, и отношения, да, безусловно, будут меняться. И наверняка, кто деньги его отнес, в данном случае, вот по этой площадке, то они и сходят, посмотрят, и сами, может, участвовать там будут. Так что это хорошо. Кстати, ну да, в этой студии вот беседовали с одним из активистов по поводу этого футбольного поля. При всем при этом он категорически против строительства стадиона открытого. Ну, мы вчера, я вчера с ним встречался, да, мы разговаривали. Дело в том, что я тоже против стадиона, и когда были слушания во Дворце пионеров, я озвучил свою позицию, что вот тот существующий стадион, его надо было устроить, поставить, трибуны сделать, ворота поставить там, и так далее. Все это можно было сделать, а не строить новые. А то, что те, которые хотят построить новые, ну, я вот, честно говоря, не понимаю, у нас в городе, я уже озвучил, семь стадионов, и они на пять процентов загружены. Пусть отдаст город им какой-то стадион, там и договорятся как-то его обустроя, сделают, запустят, что он эффективным был. То есть, по вашему мнению, городские чиновники, ну, они так лукавят говорят, что у нас мало спортивных. Я говорю, семь стадионов, полноценных, полноценных семь стадионов, я не на пять процентов работаю. Возьмите стадион Дружба, АЦМ, Динамо у нас простаивает, абсолютно прогресс у нас, очень редко там что-то проходит. У нас наиболее вот сейчас эффективно это работает, более частные мероприятия проводятся, я, пожалуй, на Авиацке. А стадион России? Да, остальные, машинка у нас, стадион тоже простаивает. А, кстати, стадион Трудовые резервы, информация по которому есть, там уже искусственное покрытие закуплено уже давно, а в этом году вот его будут... Там, кстати, еще интересный момент выяснился, и вот я с ребятами в выходные разговаривал, они подтвердили и сказали, что уже письма написали. Там продвигали то, что якобы Volkswagen делала мировая у них какая-то программа, по стадионам и так далее. Оказалось, что никакой такой программы вообще нет, и Volkswagen сами были удивлены, когда они получили эту информацию, сейчас направлены письма, и там будет, похоже, серьезный разбор. Кстати, Марина Сергеевна Сазонтова в нашем эфире озвучивает информацию, вице-спикер Законсобрания, она говорила о том, что вот изначально как бы проектировал, спланировал территорию, в основном Глава Розапионеров этот стадион-то там был в проекте. Нет, Владимир, я вам тоже лет назад... Проект стадиона, вернее всего этого территории, который изначально должен быть, я держал в своих руках. И у меня в свое время были разговоры... Есть стадион? А? Есть стадион? Да, да, да. Были разговоры с Аштином Динамием Петровичем, когда я был директором завода «Сельмаш». Там была мысль в то время, это в 90-е годы еще, там построили гостиничный комплекс большой. Мы нашли... Ну, я, вернее, нашел этот проект полностью весь. И там, значит, было как... Стадион был с трибунами в том числе. Были площадки волейбольные, баскетбольные. Потом, значит, чуть повыше, туда, по горочке, значит, там должна была быть построена пятиэтажная гостиница. Потому что планировалось, чтобы в этот дворец пионеров будут приезжать дети со всей области, и многие где-то переночевать. Но будучи пионером, кстати, я тоже приезжал. Там были фонтаны забиты, дорожки, освещение, там все это было, но денег не хватило, и поэтому вот такой недострою получился. Ну, на Ваш взгляд, вот такие планы по строительству, чего-то там, изменению, все-таки городской власти они будут продвигаться и периодически как-то озвучиваться. Добьется городская власть, потому что там что-то появится? Имеется стадион? Стадион тот же самый. Ну, мне кажется, сейчас общественность довольно активно встала на сторону того, чтобы нового строительства не было. Так что, ну, мне хотелось бы, чтобы власть все же подключилась, и вот этот стадион, которого сейчас ребята делали, ворота ставили, вот его восстановить и сделать в нормальном, хорошем состоянии. И чтобы он обязательно был вообще доступным. Ну, вот смотрите, против строительства терраспорта много, да, ведь было протестов и так далее, но стройка-то возобновлена? Да, стройка идет, но я рядом живу, постоянно езжу, сейчас вот ехал, стройка идет, там, ну, здесь как бы уже все. Ну, общественное мнение-то уже, собственно, поутихло, да? Да. То, что негодовал, то, что тут уже смирился. Дело в том, что то общественное мнение, которое высказывалось против этого строительства, оно сработало на упражнении. То есть, в следующий раз, когда власти будут что-то такое задумывать, то они уже будут с оглядкой на общественное мнение, нежели до этого были. Но в целом сейчас спокойно. Все. По поводу этого. Можно наблюдать из-за близлежащих домов. Ну, посмотрим, что в результате получится. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что в гостях у нас особое мнение Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Минуту полторы и вернемся. И сегодня это особое мнение Николая Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Мы продолжаем. Есть две темы, связанные с правоохранительными органами. Ну, вот я спрошу, пожалуй, раз про повторный арест основателя системы «Глобус» Олега Юрьевича Березина и директора компании «Партнер» Игоря Буркова, как известно, до конца августа. Они проходят в СИЗО. После оправдательного приговора Октябрьского районного суда. Что происходит? Ваш мужик? Нет, знаете, этот арест, он шокировал всех, по-моему. И противников, и сторонников. Это что-то невероятное произошло. Даже я не знаю, что здесь комментировать. Просто шок. Ваш коллега по общественной палате Львович Шлемензон нашел информацию, якобы свидетельствующую о том, что все решалось не в суде. И такой был информационный сброс? Я не исключаю, потому что для суда, вот с моей точки зрения, он не представляет угрозы ни обществу, ни он не собирался, беда, у него нечего, ничего скрывать не собирался. И сдержать его в СИЗО вообще непонятно. И прошедшего там полтора года у него тоже непонятно, что он там сидел. Ну, как известно, депутаты областного законсобрания в количестве, по-моему, 37 человек, они подписали, да, в поддержку, собственно, пересмотреть эти дела. Может быть, общественной палате стоит подключиться или нет, я переговорю. Завтра будет пленарно, я переговорю. Ну, это же можно сделать. Можно. Как представитель общественности. Можно. По-человечески. Вот так, да. Ну и появление все-таки нового руководителя управления Министерства внутренних дел по Кировской области, да, как известно, возглавил нашу полицию полковник Константин Селянин. Селянин, да. 8 мая он был, спать, назначен указан президентом на эту должность. Тут, пожалуй, начну с вопроса вообще-вак, вообще мнение ваше о работе кировской полиции, уж потом спрошу про то, что нужно новому начальнику главы МИДЛе менять. Надо, безусловно, отметить, что Солодовников нес, ну, очень много позитивной работы полиции нашей, это в первую очередь для меня, это открытость, информационная открытость и публичность его самого, как вы. И вот я вот Селянину пожелал бы этого самого, мы тоже сам и продолжали. То есть, публичность, открытость, то есть, Солодовник, здесь снялся по городу ходить, ездить, сам лично все проверял, это очень важно. Ну, практически со всеми СМИ. Да, он и к вам не раз приходил, налажен без проблем. И контакты, и вопросы, и онлайн, и... Да, и он не просто там пресс-секретаря кого-то посылал, он сам лично все это принимал участие, ездил по болевым точкам сам лично, вот мне хотелось бы ему этого же самого пожелать. Ну, а в целом, ваше мнение о работе кировской полиции? Не руководство, а именно рядовых... Мне кажется, лучше стало, хотя претензии, конечно, есть, например, с моей точки зрения, ну, не совсем достаточно постовых нарядов в городе. Особенно в летнее время, когда вечерами, то я по-своему дому сужу, в частности, когда вечерами во дворах собирается молодежь, и начинают там пиво распивать, водку распивать, орать, кричать там в три ночи, то... Вот это самая работа патрулей, которые не слышали, пока они позвонишь, не приедут. Ну, позвонишь, приезжают оперативно, все, их ребята вывозят и убирают. Вот, увижу, что они все-таки беседуют с такими... Нет, они беседуют... Людьми. Нет, это по сигналу. Я имею в виду, они как бы, ну, должны патрулировать сами по себе. Потом по ГИБДД есть вопросы, конечно. Это, опять же, парковка на газонах, там, на тротуарах, там, и так далее. Надо более тщательно работать, более активно. Кстати, именно ГИБДД не ждать, пока там граждане будут сообщать, что... То есть, это акция, да, газон под колесами, известно? Да. То есть, некие к ней претензии? Ну, хотелось бы, чтобы это не акции было, а постоянно работали. А куда машины заставить? Не, ну, понимаете, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос совершенно. Ну, нельзя так. Есть закон, не положено, не положено. Дальше, можно говорить, машину заставить, пожалуйста, штраф заплати, есть, ну, никакие проблемы. Несколько раз мы тут упоминали, да, уже представителей областного законодательного собрания. Отличилось, так сказать, в кавычках у нас ЗАГС собрание на последнем пленарном заседании в конце мая, как известно, одно из решений этого пленарного заседания – снижение кворума с 66%, соответственно, для трети, до 50%. Оппозиционеры заявили, что не нужно этого делать, заявляли, что надо, наоборот, повышать дисциплину и явку, собственно, на пленарное заседание. Высказывалось мнение о том, что Единая Россия не смогла справиться внутри своих рядов, да, как-то призвать к тому, чтобы явка повышена все-таки была. Ну, вот такое решение. Эту же позицию поддерживает общественная палома, это было, значит, официально опубликовано. Дело в том, что я считаю абсолютно неправильно, я бы даже там с двух-трехей еще бы поднял эту планку, а не опустил ее. Потому что в настоящее время, вот если посмотреть на общественном, скажем, фоне общественной деятельности, вот то, что вот ребята, то депутатов вообще не видно. Я не побоюсь, скажу, что они как класс исчезли. Ну, я поправил. Ну, один-два-три единиц городских, ну, вот я вот жулем, а остальных ведь кто они и чего, и вообще не видно. Поэтому я считаю, это вообще недопустимо, что 50% сделали. Надо, наоборот, увеличивать. Это уже аппарат начнет дорабатывать. Сами депутаты не работают. То есть с ними надо было провести работу. Ну, как известно, автор этой инициативы ссылается на то, что вот эти все покидания оппозиционных партий, да, зала заседания, они срывают нормальную законотворческую деятельность, то есть неоперативно принимаются. Ну, нет, давайте так, срывают нормальную, если бы она была нормальной, значит, бы оппозиция не покидала. Значит, что-то оппозиция недовольна. Значит, это не совсем нормально. Нет, мы все не знаем, что мы недовольны, конечно. Ну, а так, ну, можно поиздеваться, но сделали бы 5%, 3 человека собрались бы, что-то решили бы, и все, ну, ну, чего же. И затрат меньше. Не жеплинцы, что называется, легитимность такого парламента. Ну, а сейчас как? 50? Ну, насколько легитимно будет их решение? В лице общественности, опять же, и в лице вообще выгодного, так сказать, справедливости. Ну, не знаю, насколько это отразится на общественном мнении о важности вообще работы, да, областного законсобрания, о важности того, что нужно идти на эти выборы. Мне почему-то кажется, что основной тумасе населения эти вещи неинтересны. Сколько у них там, кворум? Две трети, две трети, 50 раз. Поэтому интересно, что депутатов не видно. Поэтому мне неинтересно. Вы знаете своих трех депутатов на своем участке? Вот я не знаю. Городского депутата знаю. Городской, областной и федеральный. Вот где они? Это у каждого гражданина. И у нас с вами в том числе три депутата. Часто ли мы их видим? Где мы их слышим? А вы, кстати, когда-либо именно к депутату за помощью обращались? Нет. Потому что, говорят, в некоторых случаях очень даже эффективный метод решения каких-то проблем. Нет, и насчет эффективности я вам скажу. Значит, на дискуссионном клубе «Вечерняя» одна из тем была. Мы написали как раз по застройкам и все прочее. Мы написали, ой, по ЖКХ было, по сборам. Мы написали резолюцию. Эту резолюцию разослали губернатору, представителю ОЗС, разослали и разослали всем депутатам Госдумы. На сегодня от губернатора, от Ивонина пришли ответы, а от депутатов ни одного. Уже два месяца. Ну это да. Вот и все. Снижает. Поэтому в следующий раз опять письмите. Письмите на доверие. Или на Рыжкину писать. Пому писать. А, кстати, на Рыжкину. Да, у нас тема капремонт. Хотел поинтересоваться вашим мнением. Тоже на последнем минарном заседании у ОЗС было одобрено как раз таки обращение на Рыжкину и премьер-министру Медведеву с тем, чтобы федеральный центр все-таки взял на себя некую финансовую нагрузку по оплате капремонта. Это, наверное, правильно. Это, наверное, правильно, потому что очень много денег из региона уходят в центр. Плюс регионы есть, но если говорить не именно про Кировскую область, вообще есть. Очень слабые регионы, в которых просто реально денег нет. И, ну, дело будет страдать и пишем очень серьезно. Потом, наверное, здесь надо дифференцированно подходить. Какому-то региону помогать какому-то меньше, помогать какому-то больше. Потому что регион регионов... Ну, зависимость от его, собственно, финансового положения. Конечно. Является ли он дотационным или не является не дотационным. Ну, и, как известно, уже фонд капитального ремонта жилья сообщил о том, что тот, кто не платит за капремонт, в квитанции за май уже будут насчитываться пени. Пени там насчитываются ежедневно, ставка известна. На ваш взгляд, начисление пени усугубит ситуацию? Еще больше людей не будут платить. Я не знаю, приведется к какому-то социальному взрыву или все-таки повысится. На мой взгляд, юристы наверняка меня, может быть, поправят, но пени не предусмотрено. То есть за неуплату этих средств никаких мер не предусмотрено законом. И поэтому введение вот этих пени, оно ведет в нарушение закона. И здесь я считаю, что, наверное, если это так, то прокуратура свое слово скажет. То, что это не закон. Проверить законность. Да. Там это было не предусмотрено. Я не исключаю, что законодатель, когда вот это делали, они, наверное, предусмотрели на перспективу, что пока действительно очень тяжело все это пройдет. И дали какой-то срок, чтобы пока людей не наказывали, там, может быть, лет 5-7, там, может быть, 10 даже, пока люди привыкнут, там, и увидят реально, что вот она, дача прошла, тогда уже можно об этом говорить. И вы верите в планы фонда капитального ремонта нашего регионального? В этом году начать ремонт тысячи домов, по официальной информации. Сумма там идет порядка 1 миллиарда рублей. Собрано 52 процента, это 200 с чем-то миллион. Знаете, хотелось бы верить, но вот когда мы обсуждали, то практически единогласно все пришли к очень интересному мнению, в чем, что опять все непрозрачно. А какой дом, почему именно этот дом попал, а другой не попал? Так же, как у нас ветхое жилье есть дом, но он 50 лет уже ветхий, но его все признают рабочие. И он вдруг не попадет. А я не удивляюсь, что они не попадут. Там, по-моему, есть условия с даты последнего капитального ремонта. Ну, что, при обсуждении, Владимир, опять возник вопрос, а что такое капитальный ремонт? Никто очень конкретно на них ответил. Что такое капитальный ремонт? Например, поменять кровлю, это капитальный ремонт или нет? А поменять дверь или стояк или еще что-то капитальное? Получается, что с одной точки капитальный, а с другой точки не капитальный. Что считать капитальным ремонтом, непонятно. мое представление капитальный дом так это ну все начиная с крыши с подвалов там стенки все коммуникации коммуникации трубы и так далее естественно остается у нас совсем немного времени еще по про одно решение областного загособрания на пленарном последнем заседании хочу вас спросить как известно у нас в кировской области принят закон о почетных званиях в кировской области у нас появились 14 почетных званий заслуженный врач лесовод работник жилищно-коммунального хозяйства и так далее и тому подобное я почитал этот закон а собственно законом то не предусматривается никаких льгот выплат дополнительных ну вот вот звание и все по льготам сразу же могу кратко прокомментировать потому что я не сторонник такого рода льгот почему потому что это же из горы из денег граждан пойдет эти льготы готовы ли граждане платить это ну а такой список громадный сделали мы добавили бы сюда еще заслуженный банкир заслуженный бизнесмен заслуженный предприниматель там еще кто-то ну хотя если это не в ущерб бюджету ну ради бога а в документе говорится о том что никаких дополнительных расходов из бюджета регионального не потребуется ну кому-то нравится может быть для кого-то стимулом станет в работе что получить такую награду ну ради бог пусть ну пусть она будет ну такое практиковалось советское время да да но там льготы давали там льготы давали реально какие-то доплатные зарплаты были там еще что-то было так что мне кажется такое дело но в любом случае видимо будет удостоверение одно непонятно вот я честно скажу я не читал сам этот текст закона непонятно это касается только бюджетных и учреждений или всех ну всех вы имеете ввиду и коммерческой да интересно тоже вопрос если бюджетных я не хотят ну пусть делал он коммерческая как технологически как это будет я честно говоря возможно просто руководство коммерческого предприятия он будет выходить с инициативы на правительство и предоставлять список то у нас только то чего почему же они не больше почему-то они банкира юристы заслуженного менеджера охранника охранника дворника ну тут можно бесконечно перечислить конечно да остается у нас буквально минута я хочу спросить все-таки на что я традиционно делаю да про дискуссионный клуб вечерний что сейчас когда какая тема прорабатывать очередное заседание у нас будет 16 числа 18 30 там же поляреа прогресса тема будет довольно интересная будущее рекламного рынка это кто победит оффлайн или онлайн потому что на рекламном рынке сейчас ситуация довольно интересно складываться то есть частично рекламный рынок уходит на сайты и далее онлайн поэтому вот такая дискуссия на сегодня довольно актуально становится у нас спикерами будет Рынов Александр директор первого городского канала и Михаил Ефремов будет это интернет-маркетолог ну также у них будут свои ассистенты Наталья Куздышева и Руслан Рябинин так что я предполагаю что будет очень интересный разговор ну это интересно в первую очередь тем кто работает в этой сфере это обычным то это будет интересно рекламщикам так и рекламодателям будет интересно гражданам конечно ну может увлекать только кто интересуется а так довольно узкая но тема актуальна и нужна 16 июня галерея прогресса горького опять да 18 июня ну что-то истекает наше время я благодарю гостя особого мнения Николая Пихтина член общественной палаты Кировской области всего доброго вам спасибо до встречи до свидания спасибо 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 спасибо